Не надо быть ученым, чтобы понимать, наше питание влияет на здоровье как в пользу, так и во вред. Онкологи составили список продуктов, которым надо относиться с осторожностью. Возглавляют рейтинг сахарозаменителей, искусственные красители и ароматизаторы, которые входят в состав продуктов. Они способны запустить злокачественный рост из-за своей чрезмерной токсичности. Серьезную опасность для здоровья человека представляет и обычный рафинированный сахар. Он способствует стремительному росту злокачественных новообразований, утверждают бельгийские ученые. Доказанной канцерогенной активностью обладает колбаса и изделия из переработанного мяса. Эти продукты содержат опасные для здоровья консерванты, много соли и различные химикаты. Даже 50 граммов таких продуктов в день повышают шансы заболеть онкологией на 18%. Также вредно есть много красного мяса. Вместо него следует включить в рацион птицу или рыбу. Систематическое употребление трансжиров, чипсов, попкорна, животных жиров может привести к повышению уровня холестерина, гипертонии, ожирению, вызвать необратимые мутации клеток и привести к злокачественным процессам в организме. Французские и бразильские ученые пришли к выводу, что онкологические заболевания вызывают не определенные продукты, а способ их приготовления. Вредна ультраобработанная пища снеки, газированные напитки, хлебобулочные изделия, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикат и восстановленные мясные продукты. Такая еда содержит много сахара, жира и соли, но бедна витаминами и клетчаткой. Онкологи советуют питаться полноценно и разнообразно, но вместе с тем умеренно. Самое важное – не употреблять в пищу продукты с длительным или истекшим сроком годности. Также следует вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек. И, конечно, не менее важно, как мы взаимодействуем с врачами. Часто ли проходим обследования, насколько регулярно сдаем основные анализы для проверки главных показателей здоровья. Для этого существует диспансеризация. Ну а воркутинцам, например, помогают следить за своим самочувствием волонтеры-медики. Залог успеха – милосердие. Это девиз волонтеров Воркутинского медицинского колледжа. Есть у местных добровольцев сразу несколько проектов, но большинство направлены на помощь пожилым людям. И главный из них – золотая осень жизни. Цель – ориентация на здоровое старение. Активисты стараются повысить качество жизни пожилых воркутинцев, а их в Заполярье с каждым годом становится больше. И если получится, наверное, самый грандиозный план, мы хотели бы открыть детский сад через букву «Д» для дедушек и бабушек, которые могли бы в любое удобное для них время приходить к нам в колледж, проводить здесь время. Планируем открыть комнату отдыха для них. Ну и, конечно, общаться с нашими студентами. Общение – это самое ценное, что для них сейчас есть. Впрочем, сил у движения «Милосердие» хватает и на молодежь. В оркутинских торговых центрах они частые гости. То Всемирный день сердца, то День физкультурника. За раз успевают проверить больше 200 горожан. Между такими акциями активисты и побывали на слете волонтеров-медиков и поняли – учиться есть чему. Знания, начиная от психологии общения с людьми, от психологии общения с медицинским персоналом, заканчивая до практических навыков оказания первой медицинской помощи. То есть это так называемые медико-кейсы образовательные. Поэтому мы больше ехали за знаниями. В связи с тем, что мы совсем недавно перешли вот этот порог с простого добровольчества, с милосердия именно на сферу здравоохранения. Ребятам это было не новое, ребята знают свою работу. Но нам необходим, конечно, постоянное повышение квалификации, мотивация, объяснить, для чего это нужно. Мне очень понравилось, что там очень большая база знаний давалась от врачей. То есть кандидаты наук медицинских, таракальные хирурги, кардиохирурги. И проходили прямо большие семинары, в которых не то, что даже какие-то знания с точки медицины, а мотивация от них очень большая была. Это раз. Во-вторых, очень проводилось много мастер-классов по поводу, как организовывать именно волонтерскую деятельность, движение, и в какие области нужно более углубляться. Волонтеры-медики название скорее условное. Речь не только и нисколько о тех, кто имеет прямое отношение к медицине. Ведь лечить недуги и помочь с ними бороться можно по-разному. Уверенные активисты – движение милосердия. Уверенные активисты – движение милосердия.